ну что ж дорогие друзья наш эфир открывает программа юрия гимельфарба свободное мнение и как всегда юрий гимельфарб пожаловал к нам не один а с гостем которого он представить сам юрий добрый день здравствуйте добрый день анатолий здрасте я приветствую вас и сегодня у нас в гостях российский философ социолог доктор философских наук автор мирового бестселлера россия беседа о смыслах игорь борисович чубайс добрый день игорь борисович добрый день добрый вечер рад вас слышать и видеть игорь борисович я читал когда вашу монографию россия беседа о смыслах то обратил внимание что вы задали по сути дела новый тренд во взгляде на историю любой страны вы по сути на каждый вопрос отвечаете в чем был смысл вот я сейчас эту методологию вам и верну вот и вопросы будут достаточно неудобные но вот смотрите вот в москве прошли выборы но вот возникает вопрос что это было вот каждый раз происходит одно и то же вот нет ли оснований применить фразу альберта энштейна идиотизм это делать одно и то же и каждый раз надеяться на то что будет другой результат вот что это было вообще что это было но если еще один принцип который не мной придуман но который существует использовать то полезно рассуждается таких исторических позиций вот зачем выборы вообще зачем власти нужны выборы выборы нужны как ли способ легитимации власти потому что когда нами командует те кто командует они хотят покажу не есть для этого права есть основания и в большинстве стран нормальных странах демократических странах выбора это фактически способ выпустить пар ну где-то там чё-то политика ошибся чё-то сделал неудачно он идет на выборы и могут нет извини в следующий раз сейчас ты не нужен сейчас другого возьмем у нас выборы превратились способ нагнетания общественного пара способ колоссального нагнетания общественного напряжения вообще в советском союзе фактически выборов не было потому что власть легитимировала узаконивала себя через идеологию всем внушался миф о том что мы самые передовые прогрессивные мы строим коммунизм самое светлое будущее а во главе этого процесса стоят самые передовые марксисты ленинца так долдунили 70 лет пока не распалась государства и не рухнула идеология и новая власть которая фактически продолжать для советского союза она столкнулась с проблемой а как себя легитимировать как себя узаконить идеологии нет им пришлось как бы вернуться в ту систему которая существует сюда в мире которая кстати была даже в дореволюционной россии и февральской революции семнадцатого года это стремление перейти к выборам к учительному собранию власть через выборы так вот власть после девяносто первого года проводит различные выборы но разрыв между властью и общество между политикой и интересами людей все глубже все сильнее все заметней и поэтому выборы проводить в этой ситуации власти а выборы проводит не народ выбора проводит власть проводить выборы все сложнее можно очень коротко покажу пока что выборы вообще бессмысленно потому что официально президент путин заявил что в стране создан вертикаль власти если существует вертикаль власти что мы выбираем из чего мы выбираем то есть и центр разбирком и законодатели и все на свете должны прислушиваться голосу вертикали поэтому выбирать можно так того кто поддерживает эту систему но вот это все стало особенно вопиющим в той ситуации которая сложилась в москве да и в других регионах потому что ну у нас много всяких парадоксов вот один из парадоксов партия которая фактически ушла в подполье существует нелегально это единая россия она нигде своих кандидатов не выставила и в то же время эта партия является правящей и управляющей по итогам выборов оказывается что больше половины депутатов московской думы они в общем-то из единой россии хотя они не заявляли что они из единой россии но такого ведь нет нигде в мире когда правят из подполе причем правят по полной программе вот но вся эта ситуация если говорить о москве в разных городах были разные проблемы если говорить о москве то в москве вы наверное видели надеюсь что у вас показывали некоторые миссинги которые проходили некоторые демонстрации которые были в москве я на 10 дней уезжал и был в стране где вообще нет русского канала где только итальянский я видел там все время гонконг и и просто у меня возникала зависть насколько они твердо отстаивают свои права каждый день в новостях был гонконг но иногда показывали и россии в россии тоже были протесты были 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 требования включить в список официальный список кандидатов там 10-15 человек которые выступали с демократических позиций ни один из них не был включен в список для голосования то есть результате но это не выборы слушайте мы сотни тысяч людей выходили требовали чтобы дайте возможность проголосовать их не включили в список значит цвета была фальсификация и вот прошли выборы выборов которых практически никто не участвовал но если 20 процентов избирателей пришло на избирательные участки то есть четверо из пяти вообще не ходили на выборы но это значит что это не выборы это это глубочайший кризис политический в стране но официально выборы прошли официально официально так сказать но вот официально еще такую вещь говорят и она транслируется западными информационными каналами нас говорят что победила оппозиция имела большой успех на этих выборах какая оппозиция кпрф справедливые россы и лдпр так это не оппозиция слушайте многоглавая гидра но на западе плохо разбирается в наших выборах и да даже в украине я слушал там где там в россии вот оппозиционеры очень успешно выставили это не оппозиционеры это другой облик того же самого негодяя который терроризирует и который коррумпирована который нарушает наши законы но я бы я могу долго долго продолжать я не знаю может выходить перебить или что-то спросить или продолжать я хотел задать вот какой вопрос ведь вы упомянули о том что выборы в россии это по сути дела уникальное явление которое не выпускает пар а нагнетает ситуацию так вот сейчас уже многие говорят о революционной ситуации в россии а вот на ваш взгляд вот это серьезный вопрос а есть ли она и кстати а вообще а в россии революции то были хорошим хороший хороший вопрос хорошие вопросы можно основательно копать эту тему значит в революции конечно в россии были революция была в 1905 году и революция была феврале 1717 года но если все рассказать этого нужно несколько несколько циклов передач но я попробую коротко как бы это коротко сформулирую но если февраль дело в том что вот есть такое понятие русской идеи или российской идеи или в других странах говорят об идентичности вот сохраняет там израиль самоидентичность или он уклоняется от собственных традиций то есть есть некие ключевые правила которые позволяют стране быть самой собой америка это америка и 100 лет назад америка и 200 лет назад америка вот тут ключевые нормы их их сохранения и сохранение своей идентичности а в россии говорят а национальные идеи это есть те ценности которые делают россию россии и в россии было три ключевых ценности на протяжении многих столетий которые делали россию россии которые сохраняли российскость эти ценности это православие, собирание земель и общинный коллективизм. Так вот, собирание земель в конце 19 века себя исчерпало. Дальше было некуда собираться, надо было остановиться. И это означало, что нужно перейти от политики собирания, расширения, политики обустройства, качественного развития, качественного роста. И действительно, с конца 19 века, с 1880 года по 1917 в России были самые высокие в мире темпы экономического роста. А Россия уже не собиралась никого захватывать, присоединять, все, поезд ушел. И ежегодно мы росли на 7% в год. Это были самые высокие показатели в мире. То есть, собирание земель себя исчерпало. И на это был дан ответ, давайте мы будем теперь расти качественно. А вторая составляющая русской идеи – общинный коллективизм. То есть, большинство населения жило в общинах и жило коллективом. Помогали друг другу. Почему они помогали? Потому что земледелие в нашей стране – это вещь такая неустойчивая, климат тяжелый. То будет урожай, то не будет урожай. И поэтому выйти из этого положения можно только помогая друг другу, только сохраняя вот этот общинный коллективизм. Но к началу 20 века оказалось, что началась революция, аграрная революция. Там в пять раз увеличилось потребление электроэнергии или энергии в сельском хозяйстве. В пять раз увеличилось количество применяемых удобрений. И после этого отдельный крестьянин мог уже спокойно работать. Ему не нужно было ни на кого рассчитывать. Он мог рассчитывать на себя. Нужно было выходить из общины. Нужно было фермерское хозяйство. И в 1905 году крестьяне как раз отребовали земли. После чего Николай II сказал, да, давай, Петро Аркадьевич Столыпин, давай, готовь реформу. И началось расселение на хутора, началось переселение на Дальний Восток и так далее. То есть первая составляющая – собирание себя исчерпало, перешли к обустройству. Вторая составляющая – это общинный коллективист был уже не нужен. И началось выделение крестьянства, переселение на отдельные фермерские хозяйства. А третья составляющая русской идеи – это православие. В основе всего было православие. Люди вели себя, так сказать, ориентиры были нравственные, потому что в Библии сказано – чте отца, чте мать. Люди придерживались норм права, потому что в Библии сказано – не убей, не укради. Это не значит, что все были идеальны. Нет, конечно, были разные нарушения. Но они понимали, что они нарушают, и они пытались как-то восстановиться, как-то вернуться к правилам. Так вот, власть в России и власть в России тоже выстраивалась на православие. А почему император – это высшее лицо? Кто он такой? С чего это ради? А потому что император был помазник Божий. Он проходил особую процедуру, и он сам это осознавал. В стране православной, в стране, где все верили в Бога, это было, так сказать, фундаментальным правилом. Но все дело в том, что с конца XIX века в России появился атеизм. И появились люди, которые говорили – да нет никакого Бога. Если Бога нет, кто такой император? Да никто. И начался терроризм, начался бомбизм, начался атеизм. И Достоевский написал – если Бога нет, все дозволено. Он предупредил. И Достоевского услышал о России в феврале 1917 года. Вот это была как раз революция настоящая. Когда смысл февраля был в том, что надо перейти от религиозной легитимации гражданской к общественной. И власть переходила в руки учредительного собрания, которое выбиралось. То есть император как бы уходил на второй план, а власть определялась учредительным собранием, которое народ выбирал. Вот это была революция. Эта революция победила. И Россия шла по пути демократических преобразований. То есть все три составляющие собирания земель было преодолено. Общинный коллективизм преодолен. А кризис веры заменялся демократией, властью народа. Но в этой ситуации, когда власть переходила в общество, к гражданам, к избирателям, большевики, получив большущие деньги за рубежом, 70 миллионов дочемарок, они совершили переворот. Не революцию, а переворот. И в октябре 1917 года Антона Вовсеенко и Подвойский по договоренности с Троцким и Сульяновым смогли арестовать Временное правительство. И через несколько дней это Временное правительство выпустили. Не было претензий, не за что было их наказывать. Но места в прессе уже заняли большевики. И поскольку большевики рвали со всей русской традиции, со всей русской историей, они были совершенно незаконны, совершенно сбоку припеку, собственно их немцы направили, то большевики не могли опираться на нашу историю. Возник вопрос, с какой стати они правят. Они сказали, мы строим коммунизм, мы строим самое светлое будущее. И выборы были, вот это была революция. То есть, простите, это был переворот. Этот переворот был самый удачный, видимый в истории, потому что сто лет мы живем фактически, оставаясь политическими наследниками того жуткого события, которое произошло в октябре 1917 года. Но сегодня можно ли говорить о революции, о каких-то симптомах, признаках? Да, я думаю, что можно. И, ну, долгий разговор, дело в том, что все эти сто лет, это не история строительства, это не история съезда в пятилеток. Все эти сто лет, это история сопротивления нашего народа. Потому что были целые десятилетия, когда давление снизу было настолько сильным, что власть должна была прогибаться, должна была уступать. Так Ленин выбежал на трибуну съезда и стал говорить, мы вводим НЭП, хорошо, мы в это время было кронштадтское восстание, ему некуда было деваться. Он отступил, мы вводим новую экономическую политику. Там было много отступлений. Последнее такое отступление было, когда в 1985 году Горбачев сказал, что мы объявляем перестройку, гласость и так далее. Почему это вдруг он решил отказаться от домогогии коммунистической? А потому что это была революция анекдотов. Потому что в 80-е годы люди с утра до ночи рассказывали антисоветские анекдоты и хохотали как подорванные. И в этой ситуации выступать по телевизору, рассказывать, что мы строим развитой социализм, это все, чтобы получать плевок в физиономии. То есть, вот это была очередная такая революция снизу. Если говорить о нынешней ситуации, о той ситуации, которая существует сегодня, то я бы сказал, что здесь, с моей точки зрения, совершенно явные признаки революции. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что народ... Дело в том, что власть непрерывно занимается домогогией. Власть вводит цензуру. Власть контролирует интернет. Власть не дает свободно публиковать какие-то там материалы и так далее. И она не только не дает высказаться правильно, но она еще и навязывает совершенно лживую картину мира, совершенно лживую картину реальности. Так вот, революционная ситуация заключается в том, что сейчас очень большая... Трудно сказать, какая доля, но очень большая, заметная часть людей осознала, что их обманывают. Слушайте, у нас пять лет снижается жизненный уровень. Мы все меньше и меньше. Половина нам трудно свести концы с концами. Что вы делаете? А вы 20 триллионов тратите на военные расходы. Какие вы... Кто на нас нападает? Кто? Как в полуанекдоте говорится, что по нынешней пропаганде Россия это такая маленькая страна, которая со всех сторон окружена Украиной. Понимаете? Ну, так вы же не занимайтесь глупостями. Вы не видите войну с Украиной и не увеличиваете военные расходы. Они увеличивают. Они увеличивают. То есть, повторяю, в чем суть вот революционной ситуации сегодня? В том, что власти лгут, а народ понимает все большую часть людей. Во-первых, народ осознает, что его обманывают, что это не так, что это неправильно. А вторая составляющая в том, что сейчас народ не только это осознает, но и народ готов выйти на улицы. Народ готов протестовать. В Москве давно не было таких 70-тысячных митингов, которые проходили на Сахарова. Хотя и власти пришлось разрешить эти митинги. И пришлось, так сказать, дать разрешение. Хотя у нас сажают и на разрешенных, и на неразрешенных. И там, и там сажают. Кроме того, вот такие протесты, они возникли в целом ряде мест. Я вчера, так сказать, там обсуждал ситуацию в Улан-Удэ, в Бурятии. Когда вот я смотрел, там все записано на пленку. Там обычный водитель такси. Вот простой не теоретик какой-то там, не академик, не человек, который во власти. Водитель такси выехал к зданию правительства Улан-Удэ. И вот сидит и протестует. Его окружила полиция. И полиция говорит, давай выходи, убирайся. Он говорит, на каком основании? И я веду сейчас репортаж на все Улан-Удэ. Я сообщаю о том, что происходит. Этот лейтенант уходит, подходит подполковник. Говорит, давай, давай, быстро уходя отсюда. На каком основании? Нет оснований. Я имею право здесь находиться. Я веду репортаж на весь Улан-Удэ. Я призываю всех жителей города, приходите в поддержку. Пока не вышел полковник, в конце концов, там собрались десятки и сотни людей его поддерживать. Но власти, конечно, не растерялись. Потому что дошло до того, что приехал такой автобус. И вышли люди. Ну, это то, что в Украине называется тетушки. То есть, такие купленные спортсмены. И не только спортсмены, они вышли с топорами. И они стали громить там все вокруг. И они такие разнесли машину, людей. Но, понимаете, это протест. Это протест. Это протест не в Москве. Это протест в Улан-Удэ. Таких точек становится все больше. Это началось, пожалуй, с Екатеринбурга. О чем я сейчас так увлекся. Я не знаю, жители Чикаго, насколько им это все интересно и актуально. Хотя, если это бывшие россияне, то я бы их просил не забывать. Они живут в свободном мире. Но, кстати, вот когда я смотрел репортажи из Гонконга, то я знал, что во многих европейских столицах и американских городах китайцы выходят демонстрировать солидарность с Гонконгом. Нам очень не хватало поддержки, хотя бы моральной поддержки, моральной солидарности. Вы же можете выйти к консульту, слушайте, действуйте в соответствии с вашими законами. Не нарушайте ваши собственные законы. Словом, вот эти протесты, они нарастают. Они начались примерно полгода назад, когда в городе Екатеринбурге решили якобы построить храм в самом привлекательном месте. Я был в Екатеринбурге, там очень тяжелая экологическая ситуация. Там вот есть одно озеро в центре города. И в Ласе Залямес поставим храм. На самом деле они собирались там элитное жилье за храмом ставить. А горожане вышли и сказали... Игорь Борисович, я прошу прощения. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после которой мы продолжим нашу интереснейшую беседу. И после рекламной паузы вы сможете звонить нам в эфир и задавать вопросы. Итак, рекламная пауза. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Юрия Гимельфарба «Свободное мнение». А как вы слышали, в этом сегменте Юрий и его гости удлебезно согласились ответить на ваши вопросы. Поэтому набирайте номер телефона 847-400-5200. И для тех, кто видит нас и слышит на нашем YouTube-канале, у вас есть возможность задать Юрию и его гостю вопрос прямо у нас в так называемом лайв-чате. Поэтому, пожалуйста, приступаем. Ну, а пока народ собирается с мыслями, Юрий, прошу вас. Игорь Борисович, так мы остановились на том, что вы привели пример Екатеринбурга. Да, да. То есть я хочу сказать, что вот ситуация для власти тревожная. Потому что до сих пор, если какие-то высказания, какие-то протесты древние были, они тут же пресекались. В Екатеринбурге люди вышли и сказали, а мы не хотим здесь храм. И власти пришлось отступить. Другая ситуация, другой место. Такой городок Шиес в Архангельской области, который еще недавно никто у нас в стране не знал. Там Москва решила устроить огромную свалку всего. Всякой грязи, которую они не умеют перерабатывать, не хотят. Вот давайте мы там будем. Архангельск далеко. Значит, там собралось такое количество людей, такой мощный протест возник гражданский, что власти до сих пор ничего сделать не могут. Дальше пошли протесты в Москве. И москвичи сказали, нам не нужны такие выборы. И тем более не нужны аресты и посадки. За что вы сажаете людей? Это честнейшие люди. Сажайте ваших коррупционеров, сажайте ваших жуликов, которые миллиарды вводят из страны. А люди совести, которые выходят отстаивать детей, оказываются в тюрьме. И пока какие-то там полумеры приняты. Но все это говорит о том, что ситуация для властей тревожная. Ситуация напряженная. Ситуация напряженная. Но я не могу отделаться от мысли, что власть сама, подчеркиваю это слово, сама нагнетает ситуацию. Вот вам элементарный пример. Вот где-то месяц назад Госдума, она предложила 11 сентября, а мы сейчас, я напоминаю, беседуем 12 сентября, объявить днем свержения татаро-монгольского ига. Депутаты в Татарстане, они подавляющим большинством голосов, кроме одного человека, они объявили это экстремизмом. Объясните мне, вот что это с точки зрения здравого смысла, вот со стороны власти. Это что, глупость? Или, напротив, это целенаправленные действия на обострение межнациональных отношений? Что это вообще такое? Вы знаете, это очень такой яркий симптом. Дело в том, что у нас ведь на самом деле нет истории. И это не какая-то такая метафора или эмоциональная оценка. Ее, по сути, нет, потому что все время переписывается, все время переинтерпретируется одни и те же события. Вот, причем больше всего это касается, конечно, Второй мировой войны, но это касается и более давней истории. Так вот, если говорить о так называемом татаро-монгольском ига, о бордынцах, которые пришли на Русь, то здесь вот анализ того, что происходило, не доведен до конца. Я как раз занимаюсь альтернативной историей, вне системной истории. Я предлагаю такой ответ. Значит, да, действительно существовало русское государство, древнерусское государство. И с середины XIII века оно столкнулось с пришельцами, которые стали устанавливать здесь свой порядок, ввели свои налоги. И до 1480 года Россия платила дань Орде. Пока совершенно после стояния на реке Угре, там Ивана III и татарского хана, в общем, это прекратилось. И Русь победила в этом противостоянии. Но самое главное не в том, что Русь победила. Самое главное в другом. Как победила? Потому что победить можно по-разному. Можно победить полностью, уничтожив своего врага. Но русская традиция другая. Вот, между прочим, Бородино, там, где проходило решающее сражение, битвы русской и французской армии, там рядом могилы русские и французские. То есть, вот, пока вы воевали, вы враги. Но когда вас не стало, вы убиты, вы такие же люди, как и мы. Могилы эти рядом. Это невозможно сделать по отношению к Великой Отечественной войне, потому что там совершенно другая концепция. Но я возвращаюсь к ордынцам. Значит, русская цивилизация, фактически, победила цивилизацию ордынскую. Но она победила, не уничтожая ее, отдав ей место внутри русской цивилизации, внутри русского пространства, внутри русской культуры. И у нас существует ислам, у нас существует территория, где живет татарское большинство, даже сегодня есть республика Татарстан. То есть, главное не то, что те пришли, и главное не то, что эти их победили, а главное то, что это закончилось с такой очень стратегической, фундаментальной договоренностью. Мы нашли способ жить вместе, жить сообща. Вот что самое главное. Между прочим, когда в Америке была война между Севером и Югом, она закончилась тем, что Север победил, но они же не уничтожали Южан. Они с ними договорились. Кстати, учебники истории на Юге США до сих пор не такие, как на Севере. Там по-другому описывается история. Но они договорились. И вот в России тоже это произошло. И в этом огромный урок, огромного значения. Вообще, кстати, в России в русских сказках в русской культуре не принято мстить. Вот граф Монте-Кристо во Франции, который возвращается туда, откуда он был там посажен, он должен отомстить своим обидчикам. А в русской литературе вы таких сюжетов практически не найдете. Не в советской. В русской литературе вы не найдете, потому что как-то вот умели находить общий язык. Это очень показательно и для ситуации с ордынцами. Поэтому Дума, которая пыталась 11 сентября объявить праздником, это просто проявление глупости. Больше ничего. А кроме всего прочего, ведь русская цивилизация не просто победила ордынцев. Она извлекла огромные уроки. Потому что почему Россия стала самым большим государством на планете? Потому что русские тогда поняли, что выйти из испытаний можно только собрав с земли, можно только объединившись, можно создав большое мощное государство. И вот это собирание земель, о котором я уже говорил, которое продолжалось до середины второй половины 19 века, это не потому что русские имперцы по рождению, такие же люди, как все. Но история наша научила реагировать. И ответом на ордынское нашествие стало создание мощного, самого большого. Российская империя такая же была большая, как Британская империя. Британцы создали огромное государство, это их успех. И Россия создала огромное государство, это ее успех. Но я сразу на всякий случай должен уточнить, что все, что происходило после большевистского переворота, это вообще не Россия. Это другая система. И всегда надо помнить слова Солженицына, которые говорят, что Советский Союз соотносится с исторической Россией, как убийца с убитым. То есть русская история огромные успехи и достижения, а советская история это катастрофа. Ну, хорошо, тогда я задам вопрос иначе. Ведь вы говорите, что в традиции, о традициях русского народа. Но вот смотрите, мы сейчас с вами беседуем в дни трагического юбилея. Это 20 лет со дня взрывов домов на Каширке Гурьянова. Ну, сегодня уже ни у кого нет сомнений, все это прекрасно знают, что это было чудовищное преступление ФСБ, чекистов. Но россияне эту страшную дату не вспоминают даже. Вот нет в эти дни никаких передач, никаких репортажей. А вот это что? Это отсутствие исторической памяти, страх взглянуть правде в глаза или это нечто иное? Вы знаете, здесь много причин. Конечно, причина в том, что власти до сих пор не собираются разбираться в этом событии. Насколько я знаю, те, кто погиб в этой катастрофе, их тела заморожены и до сих пор их не выдают родственникам. Это само по себе о многом говорит. Но есть здесь и другая причина, более горькая горькая и связанная с пластью, в то же время не связанная. Понимаете, если человек когда-то шел по улице, упал и вывихнул себе палец, он потом будет 10 лет вспоминать, что он вывихнул этот палец. А если он вывихнул палец, а потом через год сломал руку, а еще через два года попал в автокатастрофу, сломал позвоночник и так далее, и так далее, он же про этот палец забудет. Вот вся история СССР, это история подавления свобод, подавление прав, это ситуация, когда люди окажутся постоянно в тяжелейшем положении, и они лишены в своих, так сказать, возможностях отстаивать свои права и так далее, и так далее. Это повторяется непрерывно, это повторяется чуть ли не каждый день. Поэтому в этой ситуации для нормальной страны там сбили, не сбили, а самолет врезался в башни близнецы в Нью-Йорке, они вот вспоминают, потому что вообще такого не было, ничего похожего никогда нигде не было. А если бы такие самолеты врезались в башни каждые полгода, то уже бы люди бы путались, а где, когда первая, вторая, сто первая. Вот у нас этот процесс идет, к сожалению, непрерывно. Понимаете, вот сейчас я говорил, что на митингах в Москве схвачены люди, причем есть ситуации супервопиющие, и ничего не происходит. Вот при подготовке к очередному шествию полиция на улице на Тверской схватила парня, который за два часа до шествия просто пробегался по... Он пробежку делал. Его схватили, повалили, сломали ногу и посадили в тюрьму. Он даже не знал, что вообще будет митинг. Он об этом не знал. Вот и не джогинг у него, он бегает по утрам. Ему сломали ногу, еще и хотят его судить. То есть таких ситуаций сколько угодно. Здесь вбивается, особенно силовиками, такое полное бесправие, полное беззаконие. Никакой конституции, никаких правил. Вы знаете, что никакой реакции не было. Где-то месяц назад выступает Лавров, министр странных дел, и бросает фразу. Он там рассуждает по поводу Курил и говорит, что наша страна, Россия, правоприемница Советского Союза. А Советский Союз обещал Курилу Японии, хотя в 60-м году эта декларация была донансирована. Это неправда, не обещал им. Были определенные условия, которые японцы не выполнили. Так вот, дело не просто в том, что договор, декларация с Японией была донансирована. Дело в том, что Лавров утверждает, что мы правоприемники и продолжатели Советского Союза. У нас в 93-м году принята несоветская конституция, мы отказались от советской системы. Он что собирается, памятник Дежинского установить? Что он дотворяет? Понимаете, и никто на это не реагирует. То есть, если для вас, для Израиля, для Канады, для Америки, вот когда нарушается закон, слушайте, это же безобразие, надо протестовать. А если у нас непрерывно, 100 лет нарушается закон и нет закона? Если 30 ноября 1917 года Ленин отменил весь корпус закона в Российской империи? Он отменил международное право. А что же вы тогда... У нас ситуация другого типа, другого уровня. У нас не кризис, а у нас вообще нет такого слова, которое бы описало ситуацию. Потому что все, что происходит, было понятно людям русским уже в 17-м году. Поэтому сразу началась гражданская война. И она продолжается по сей день. Мы в тяжелейшем положении, которое мало кто понимает, осознает за рубежом. И даже внутри страны люди считают, ну чего, так всюду, так всегда. По-другому не бывает. Бывает и должно быть. И будет и в нашей стране. Хорошо. Но тогда из ваших слов я делаю такой вывод, что русскому народу, по идее, ну, извините за громкие слова, сломали хребет. То есть подавили любую волю к сопротивлению. То есть получается так, что российские плюют уже на то, что постоянно нарушаются их права. Это так или не так? Нет, нет, я с этим не согласен. Действительно ситуация очень тяжелая. Но, понимаете, если бы американцев сто лет гоняли по ГУЛАГу, по депортациям, по голодоморам, по массовым террорам, я не знаю, вышли бы в Чикаго 70 тысяч на площадь протестовать, понимая, что их могут и посадить, и лишить работы, и так далее. А у нас выходят, а у нас протестуют. Поэтому пусть никто не строит иллюзии. Никакой позвоночник они тут не сломают. Мы будем держаться, мы будем противостоять. И мы очень надеемся на солидарность, на поддержку, на понимание. Очень много русских уехало. Русских, евреев, это не важно. Люди с русским языком, которые уехали в разные страны. Но вы не забывайте о том, что мы-то здесь, и мы хотим вернуть нам свою страну. Это наша родина, это наша страна. Господа, у нас есть звонок, я предлагаю принять этот звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот когда вам рассказывают сказки, вы это понимаете за легенду или за что? Москвичи, вы кому не рассказываете? Мне рассказываете, паренек, паренек, как жизнь у тебя там маски? Тяжело? Полечите? Алло? А? Я не понял вопрос. Я прошу прощения. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Можно сказать несколько слов Игорю? Пожалуйста. Да. Да, я слышал. Игорь, я вам скажу, я живу в Америке, я владею русским языком прекрасно и английским языком очень хорошо. Так вот, слово революция, это и есть переворот. В Америке не понимают двойственности. Это в России дуальность есть такая семантическая. А вы все время, так сказать, ссылаетесь на переворот. Это неправда. Революция есть революция. Теперь, вы говорите, что бюджет у России великоват, военный. Он порядка 70 миллиардов долларов. Американские 700 миллиардов долларов, 10 раз больше. Причем на Россию действительно совершено нападение Запада под руководством нашей страны, Соединенных Штатов. Поэтому вы грешите правдой. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я попробую вам ответить коротко. Может быть, если вы усвоите, у нас сознательно искажается язык. Я усвою все, посмотрите, мое образование позволяет усваивать все. По поводу революции и переворот. Одно и то же или нет. Или совершенно разные вещи. Вот у нас говорят переворот на Майдане, Евромайдан, переворот в Украине и так далее. Революция или переворот? Революция – это акция, если говорить про 20 век, и как правило, нельзя сказать, что всегда и везде, но как правило, революция – это широкое участие граждан, это действие широких масс. Победа революции означает, что вслед за этой победой проводится амнистия, отменяется цензура, проводятся свободные выборы, и народ утверждает те ценности, которые он принимает. Переворот – это, как правило, действие узкой группы заговорщиков, которые в случае победы вводят цензуру, проводят политические репрессии, запрещают выборы, имитируют выборы и так далее, и так далее. Поэтому переворот и революция – это совершенно разные вещи. Знаете, резиновая женщина и живая женщина для кого-то близко, но это совсем разное. Вот примерно так революция и переворот. Поэтому у нас в феврале 1917 года была революция, и те критерии, которые я назвал, сразу выпустили всех зэков, заключенных, их было немного, сразу вернули эмиграцию в Россию, сразу отменили цензуру окончательно, сразу ввели выборы. А большевики, когда пришли в власть, они сразу объявили о борьбе с контрреволюцией, они сразу стали расстреливать собственные народы, развязали гражданскую войну и ввели жесточайшую цензуру, и так далее, и так далее. Я не буду повторяться, никаких выборов в СССР не было. Поэтому я не знаю, где вы учились, и кто вас так вот подковал. Вы считаете, это вы сказали, что я сказки рассказывал или кто-то другой? Нет. Ну, если позволите, я не добавлю. На Россию. Это вообще что-то новое. По-моему, в американские выборы вмешивались, и мы даже знаем, кто. А насчет того, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы, да кому они нужны? В них вмешиваются только собственные власти. Если позволите, я добавлю, что revolution, это понятие в английском языке, это коренное изменение общественных отношений. Переворот – это захват власти узкой группой заговорщиков. Великая французская революция 1793 года – это тоже было, ну, скажем так, событие кровавое такое, но в результате во Франции изменились общественные отношения. Американская революция под руководством генерала Вашингтона – это тоже была война, однако коренным образом изменились общественные отношения. В результате переворота, который произошел в октябре 17-го года, коренной произошел захват власти группой заговорщиков. Если угодно, то тот же самый переворот произошел, когда группа заговорщиков, она убила императора Павла Первого, и на его место встал император Александр Первый. Это переворот, никакого коренного изменения общественных отношений не было в принципе. Если начнется французской революции, там, конечно, все сложнее, но в 20-м веке, понимаете, у нас еще любят говорить, революция всегда преследует своих, наказывает своих, там, у нее свои жертвы и так далее. Чехословакская бархатная революция в Чехословакии – какие жертвы, кого там сажали? Революция – гвоздик в Грузии, кого там сажали? Революция – не переворот, а революция, она в интересах общества, и обществу не надо никого сажать, но это разные вещи – революция и переворот. Хотя, если переводить, знаете, если переводить, то вообще нет разных слов, которые были бы абсолютно синонимичны. Тем более ситуация, когда одно идет от латыни, а другое идет из русского языка. Я тут согласен полностью. И, кстати говоря, вот то, что наш зритель упомянул о том, что военный бюджет Соединенных Штатов – 700 миллиардов долларов, а военный бюджет Российской Федерации – 70 миллиардов долларов. И это, мягко говоря, очень странное утверждение о том, что Соединенные Штаты угрожают России. Извините меня. Я напомню вам, как человек, который на момент падения Советского Союза, мне было 30 лет, и я это все прекрасно помню, я вам могу сказать, что российская армия тогда лежала… Мы неоднократно делали беседы с полковником Глушенко, человек, который неоднократно был в гостях на радио «Народная волна» Чикаго. Он много раз рассказывал о том, что если бы тогда американцы вошли бы в Россию на каких танках? На джипах, то захватили бы страну, лежала тогда армия, она была небоеспособна. Я задаю простой вопрос, почему тогда этого никто не сделал, ни одна страна мира этого не сделала? Ответ элементарен, потому что это никому не было нужно. Вообще никому не было нужно. И, наконец, в качестве финала я задаю вопрос. Какие территории после Второй мировой войны присоединили к себе Соединенные Штаты? Какие? Никакие. Удивительно, что среди миграций нередко бывают люди, которые совершенно сформированы советской пропагандой. Вот я прекрасно помню 68-й год, 21 августа, вот войска в Словакию, и тогда был пущен слух, что мы просто на полчаса опередили немцев, немецкие танки уже были заведены, они уже должны были войти в Чехословакию. Но не успели, да? Потом, когда были введены войска в Афганистан наши, опять нам повторили, что, слушайте, американцы свои пешенки на шоках тащили, мы в последнюю минуту успели войти. Теперь, значит, когда взяли Крым, нам врут, что американский флот собирался Севастополь взять, американский флот в принципе не мог взять Севастополь, потому что существует международный договор, по которому в Черном море больше двух недель иностранные военные корабли находиться не могут. Могут только те, кто имеет акваторию, российские, украинские, турецкие, американцы там будут. То есть нам все время врут про то, что американцы нас пытаются захватить, но это же миф. — Естественно, миф, но на эту тему, Игорь Борисович, раз вы уже упомянули анекдоты, я напомню еще один анекдот. Подсудимый, зачем вы изнасиловали потерпевшую? Если бы я ее не изнасиловал, ее бы изнасиловали солдаты НАТО. Вот это логика мышления. — Серьезный аргумент, конечно. — Наша передача подошла к концу. Игорь Борисович, спасибо вам огромное за интереснейшую беседу. — Спасибо вам. — Спасибо вам за помощь в проведении передачи. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваши вопросы. Но, как всегда, я напоминаю, выводы дел только вам. До встречи через две недели. — Игорь Борисович, Юрий, будьте здоровы. Спасибо огромное за интересную передачу. Будьте здоровы.